Значит так, твои 5000 просмотров учтены, но нам нужно 100, как это было раньше. А значит, ты будешь делать этот видос, ты понял? Но если я не хочу это делать, оно кринжовое. Ты что, не понял? Ай, больно. Ладно, я буду монтировать. Опа, а это у нас что такое? Неужели тайные советские сплинтеры здесь обитают? Сейчас посмотрим, что здесь такое. Ого, вот уже видно сопли разлившиеся. Ого, нормальный такой бункер. Атами Кьёрт, сколько же шума он наделал после релиза. Честно, не ожидал такого ажиотажа в новостях. Я даже и не думал, что буду снимать видео по нему, а оно вон как повернулось. Как вы уже могли понять, сегодня у нас на повестке дня Атами Кьёрт. Чертовски интересная игра, которая завлекла своей атмосферой и секретами. О которых сегодня и поговорим. Во время исследования окрестностей я наткнулся на подозрительную трубу. Недолго думая, решено было посмотреть, что там может быть интересного. А внутри оказался аж целый бункер. По мере продвижения начали закрадываться мысли, что он какой-то недоработанный. Ну, во-первых, здесь можно увеличить температуру установок, которые находятся в большом зале. Не помню уж точно, данное ли действие открывает проход вот здесь. Или он и так уже был открыт, но да не важно. Как бы там ни было, за этим прохода ничего интересного и нету. Куда более подозрительно выглядит другая часть бункера. Здесь мы можем увидеть ворота, за которыми кажется должен был быть проход. Но защиты из лазеров плюс невидимые стены не дают нам пройти. Да и идти там, собственно, некуда уже. Там глухая стена. Хотя локация, кажется, подразумевает продолжение. Возможно, эту часть вырезали и забыли потом поставить нормальные ворота, чтобы игрок не увидел глухую стену. Может быть, просто забыли про этот бункер, я не знаю. Могу только предположить, если ваш батя или дядя, или кто бы там еще не был, работает в КГБ и располагает сверхсекретной информацией, то поделитесь в комментариях. Вообще, есть подозрения, что эту локацию откроют в DLC. Оооо, а сейчас мы отправимся в мир, который закрыт от нас забором. Есть одно местечко, где можно перепрыгнуть забор, не прибегая к помощи софта или багов. Все честно. Ну, почти честно. Для того, чтобы отправиться в Хогвартс, нам понадобится... Ой, не тот текст, так, прошу прощения. Для того, чтобы выбраться из проклятого советского заборного занавеса, нам пригодятся батины Жигули. Ищем автомобиль нашей мечты. Включаем советский пфонг. И в дорогу. Здесь расположены ворота и край обитаемой карты. Здесь мы проворачиваем нехитрые манипуляции, прямо как у меня. И вуаля, мы на свободе. Теперь, когда мы за забором, нам дают в лицо свободный от тоталитарного режима ветер, мы вправе идти куда захотим. Пока мы еще далеко не ушли, можем обратить внимание на туннель. Как оказалось, туннель бутафорский. Я на радостях решил порисовать. Ах, ладно, отдал я глупые шутки, двигаемся дальше. Недалеко от моста обнаружил странное место. Подходя в определенную точку, резко темнеет и начинает играть музыка. Скорее всего, игра распознает этот участок как помещение, следовательно, выгружает лишнее освещение и звуки с улицы. Или может быть есть мистический подтекст? Прямо за комплексом разработчиков расположены домики, в которых можно побывать. Чем-то, конечно, открытые двери. Мною была замечена небольшая недостоверность. На карте отображается здание вот здесь. Но на деле тут ничего нет, только следы того, что здесь могло располагаться здание. На карте здание отличается от остальных домиков, которые тут есть. Возможно, его решили просто вырезать, чтобы задействовать позже, например, в DILSI. Хотя, может, саму глобальную карту урезали в масштабах, и банально отпала нужда в этом здании. Немного поотдаль мы можем заметить строение. К сожалению, они ничем не интересны. Они никак не детализированы, это просто строение для фона. А жаль. Так бы я наснимал тут контента еще на часов сорок. Большинство локаций, в которых можно побывать за картой, не детализированы, не заселены. Там ничего нет. Что логично. Но грустно. Возможности, которые открываются за картой, не знаю, разве что упасть под карту. Чтобы избежать неудобной ситуации, где ты пробей в свой прогресс, рекомендуется перед выходом за забор сохраниться. Сохранись. И сохрани свои нервы. В остальном это пустынная часть, которая выполняет роль фона. С чем она неплохо справляется. Для комфортного исследования я использовал тренер. Так как оббегать всю карту без ускорения, такое себе занятие. Из интересного можно отметить еще вавилов. Здесь детализированный интерьер, а также у нашего товарища майора начали светиться волосы. Полагаю, это результат поли... Тьфу, полимеризация. Когда в моем арсенале появился тренер, то я позволил себе наглость вернуться туда, откуда мы вылезли с завода Вавилова. Я думал, что имеется возможность снова уехать на лифте в комплекс. Но, к моему сожалению, кнопка оказалась неюзабельна. Зинаиды ничего не говорит, да и в целом делать тут нечего. На этом наиболее интересные секреты заканчиваются. К сожалению, в игре не так много контента для обсуждения. Мне бы не хотелось вглядываться в каждую текстурку газеты и рассказывать вам об этом. Что ж, будем ждать выхода DLC. Кстати, я тут подумал, стоит ли мне делать полноценный разбор сюжета в деталях после выхода всего контента. Если интересно, пните в комментариях. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok